По факту, если проанализировать, что происходит сейчас в мире, в мире идет противостояние условного добра, условного зла или демократии против тоталитаризма. Лично мой выбор — демократия. Я жил в России 25 лет, и я не хочу, чтобы... Вот вы сказали о свободе в Ереване. Я не хочу, чтобы эта свобода наша армянская, я хочу, чтобы она была еще более обширной. Я не хочу российской свободы у нас здесь, в Армении. Хотя те же 2-3 тысячи человек предлагают вступить в состав Российской Федерации. Крым наши, кадровые чекисты всякие. Да, есть вот такие. Буквально сегодня я тоже разговаривал. Это, как правило, не молодые, пожилые люди. У них, наверное, тоска по молодости, скорее всего. Потому что молодежь, я такой во всяком случае не знаю. Среди них тоже есть молодые, активные. Я не сталкивался. У нас из России в Ереване сейчас десант с эмблемой ЗЭТов всяких вот этих. В Арсахе тоже на наши митинги приходили, провоцировали нас. Мико Бадалян есть один такой у нас был. Это же прелесть. Это же прелесть демократии. Я думаю, что в России должны посмотреть, как вот это вот анти-ЗЭТ и ЗЭТ, как бы они вот все вместе здесь. Так, может, пойдут там и тяговать, протестовать. Да, даже не важно, что эти пришли провоцировать кого-то. Но вот сама прелесть в том, что есть мнение разных сторон, есть мировоззрение. Это же прекрасно. Что же в этом плохого-то? Ну, у нас, лично у нашего полюса, есть мнение, что это игра в две руки одного того же актора. То есть, Пашиняна одна рука, типа, хороший, плохой полицейский. Вполне возможно. Ну, за это власть я вообще даже говорить не хочу, потому что для меня Пашиняна уже давно не существует. Как вы думаете, кресло под ним шатается? Что? Кресло под ним шатается. Ну, если Путин не пошатает, то я думаю, Путин ему прибил гвозди неплохо так пока что. То есть, как решится вопрос в Москве, в Кремле? Ну, конечно, но там и так понятно. Если бы Кремль не захотел бы, Пашиняна бы не было. Хотя многие думают, что... Да, ничего подобного. Ну, это же понятно уже давно. Но если первое время мы могли только гадать, хуй Пашинян, то сейчас что гадать? Так уже понятно. Он устраивает Москву, вполне даже устраивает. Другое дело, что есть дурачки-журналисты, которые до сих пор не поняли, что он устраивает Москву. Я имею в виду российский. На полном серьезе или они так играют? Нет, они действительно думают, что он какой-то там... Кстати, понимаешь, про Сороса-то уже и забыли. Последнее время про Сороса в России вообще уже ничего не говорят. Во всяком случае, я имею в виду, имя Пашинян никак уже не связано с Соросом. Ну, после 9 ноября 2020 года он полностью уже полностью под контролем. Ну, так я и говорю про Сороса уже и забыли-то. Что он Соросовский человек. Понимаешь, что Арарат, этот Мерзоян, вообще ученик Сороса. Про это уже все забыли просто. Сейчас он обычный, нормальный друг Кремля. Он делает все. Вот что ему говорят, он делает все. Он слуга трех господ, сразу трех. Это Путин, Эрдоган, Алиев. Ну, по нему же видно, он же горбатый от того, что постоянно кланяется перед ними. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.